Назвать команду победителями прошлого сезона было бы неверно, но для болельщиков правильно. Все прошлые игры футбольный клуб Рязань держался на втором месте. Вот только последние матчи сильно изменили положение в турнирной таблице. На заключительном туре первенства России наша команда не смогла выиграть у победителя прошлых соревнований ФК Тамбов. Та встреча закончилась ничью 0-0. Но удачные исходы других игр вывели рязанцев на итоговое третье место в турнирной таблице. Команда получила бронзу. Если перед началом того чемпионата мне сказали, что мы займем, войдем в пятерку, я был бы доволен в пятерку, шестерку. Но получилось так, что ребята прыгнули выше головы в тех условиях. И они подготовились и сыграли. Назвать это чудом нельзя. Последние несколько сезонов рязанцы завоевывали медали. И сейчас настрой только на победу. По словам главного тренера Гарника Аваляна, с командой есть несколько сложностей. Например, контракт с игроками заключается всего на год. Поэтому не всегда один и тот же состав сохраняется из года в год. Например, по окончанию сезона из ФК Рязань ушло пять футболистов. С другой стороны, в команду постоянно продолжается набор не только из клубов города, но и области. Поэтому на каждого покинувшего клуб человека всегда найдется кто-то новый. Однако молодым членам команды приходится раскрывать свой потенциал по ходу сезона. Один из новичков этого года Никита Кузьков. Говорит, что большое влияние на него оказал прошедший чемпионат мира по футболу. Показали достойную игру, характер. Привлекли, думаю, народ. На стадионе сейчас будет больше народ заниматься футболом. Хочется, чтобы они также продолжали дальше играть. Мы на них будем равняться. О чемпионате мира высказался и капитан команды. По его словам, это позволит популяризировать вид спорта. И что самое главное, привлечет болельщиков. Еще один очень такой момент, который хотелось бы потянуть, это не безусловно зрители. Хотелось бы привлечь зрителей на трибуны. Где-то своей игрой, где-то результатом. Но очень хочется когда-нибудь в этом сезоне увидеть побольше зрителей. Как-то их заманить. 18 июля прошла первая игра команды. На родном стадионе команда Рязани сыграла с ФК «Ротер Волгоград-2». На 31-й минуте рязанцы получили пенальти, которые удалось реализовать противникам. Итоговый счет 0-1. Сейчас на тренировке налегают все больше. Команда готовится к игре в Москве с клубом «Зорки» из города Красногорск. Наш футбольный клуб играет во второй лиге ПФЛ. В случае победы в турнире команда попадет в футбольную национальную лигу. Остается пожелать ребятам удачи и надеяться, что себя они еще проявят. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.